Пора практиковать наши навыки чтения. Навыки чтения, вы видите это здесь, это умение читать текст по-русски и понимать его. Итак, это диалог 1. Прочитайте, пожалуйста, диалог 1, послушайте его внимательно и будьте готовы анализировать грамматику этого диалога вместе со мной. Давайте посмотрим, насколько хорошо вы понимаете первый диалог. Итак, здесь мы видим, в какой благотворительной организации ты работаешь. В какой благотворительной организации? В какой это падеж? Это предложный падеж, потому что здесь мы видим в организации. Где? Обратите внимание на окончание. Организация в организации. Следующее слово. Наша организация собирает еду и одежду. Мы хорошо знаем глагол собирать. Вы знаете, как совершенный вид этого глагола? Собирать, собрать. Здесь на доске у меня есть эти глаголы. Собирать, собрать. Сейчас мы находимся на уровне, когда никакой глагол нельзя оставлять без внимания. Мы должны всегда смотреть все глаголы в словаре. И, конечно, мы должны хорошо знать их формы. Например, глагол собирать. Это правильный глагол. Он нетрудный. Я собираю, ты собираешь, и они собирают. А вот глагол собрать, посмотрите на него. Я соберу, ты соберешь, и они соберут. Вы видите, что собрать. Здесь у нас есть часть брать. Как я беру, ты берешь, он берет. И поэтому соберу, соберешь, и они соберут. Запомните эти формы. Итак, наша организация собирает еду и одежду для беженцев. Посмотрите внимательно на эту форму. Какой это падеж? Это родительный падеж. Для плюс родительный падеж. Всегда. Итак, мы говорим беженец, беженцы. И родительный падеж. Множественное число. Это беженцев. Посмотрите, на конце у нас окончание еф, а не ов. Потому что после буквы ц мы не можем писать букву о без ударения. Поэтому мы должны писать букву е. беженцы. Беженцы – это люди, бегущие от войны. Наши первые причастие. Итак, давайте подумаем, как мы можем заменить это причастие на фразу со словом «который». Беженцы – это люди, которые бегут от войны. Посмотрите. Люди, которые бегут. Мы видим, что здесь у нас есть глагол в настоящем времени. Бегут. Бегущие. Если вы не помните, как делать причастие, посмотрите нашу таблицу номер 2. Итак, бегущие. Какое это причастие? Здесь вы видите ответ. Это действительное причастие настоящего времени. Если вы не помните, посмотрите, пожалуйста, в таблице. Это очень важно. И когда я прошу вас заменить причастие на фразу со словом «который», это тоже важно, потому что во всех тестах, которые вы будете делать по русскому языку, вы всегда увидите это задание. Давайте посмотрим, какие еще интересные слова у нас есть. Бегущие от чего? От войны. Падеж? Родительный падеж. Войны. Обратите внимание, от войны – это родительный падеж, единственное число. Но здесь это просто множественное число. Именительный падеж. Война? Войны. Войны, голод, бедность, эпидемии приводят к чему? Посмотрите, пожалуйста, это слово в словаре. Это глаголы «приводить», «привести». Вы помните глаголы «водить», «вести»? Это глаголы движения. И «приводить», «привести» здесь мы это используем в значении «вызывать», «вызвать» что-то. Привести к результату. Обратите внимание на предлог. Привести к чему? Мы используем дательный падеж. Поэтому здесь в диалоге мы видим «приводят» к чему? К настоящим гуманитарным катастрофам. Дательный падеж – множественное число. Количество людей, нуждающихся в помощи, огромно. Здесь мы видим еще одно причастие. Это снова причастие настоящего времени. От глагола «нуждаться». Итак, давайте подумаем, как мы можем заменить это причастие на фразу со словом «который». Количество людей, которые нуждаются в помощи. Давайте обратим внимание на падежи. Здесь мы говорим «количество людей». «Людей» – это родительный падеж, множественное число. Мы уже знаем, что причастие очень похожи на прилагательные. Поэтому, когда у нас есть причастие, которое идет существительным, вы видите, что это пара нуждающихся людей. Мы должны использовать такой же падеж. Это очень важно понять. Итак, количество людей, нуждающихся в помощи. Мы можем поменять порядок слов и сказать «количество нуждающихся в помощи людей». Тогда вы хорошо видите, что вся эта фраза должна идти в родительном падеже должна идти в родительном падеже «нуждающихся людей». Но когда мы используем слово «который», мы должны смотреть, какую функцию выполняет слово «который» в этом предложении. Это подлежащее. Количество людей, которые, что делают? «Нуждаются в помощи». Поэтому «которые» – это именительный падеж, неродительный падеж. Это немного трудно, не так ли? Итак, давайте посмотрим, что еще у нас есть. Количество людей, нуждающихся в чём? В помощи. Пожалуйста, запишите это. Нуждаться в плюс предложный падеж. Нуждаться в одежде, нуждаться в еде, нуждаться в помощи и так далее. И «огромно» от слова «огромный». Здесь вы видите, что это количество. Поэтому здесь мы говорим «огромно», средний род. И это «краткое», прилагательное. Следующее слово «к счастью». Это дательный падеж, потому что «счастье» – «к счастью» после предлога «к». Людей, предлагающих свою помощь, тоже довольно много. Это трудное предложение, потому что здесь мы меняем порядок слов. Давайте подумаем, какой обычный порядок слов был бы в этом предложении. «К счастью», «довольно много людей, предлагающих свою помощь». Я думаю, теперь вы понимаете, что это значит. «Довольно много людей, которые предлагают свою помощь». Здесь снова вы видите два варианта. Почему мы используем в этом диалоге другой порядок слов? Зачем? По-русски мы очень часто это делаем. Поэтому сейчас вы должны привыкнуть к тому, что порядок слов всегда не такой, как в вашем родном языке. Потому что по-русски падежи помогают нам понять, что мы хотим сказать. Поэтому очень часто мы используем порядок слов, который кажется вам слишком сумасшедшим. Но для нас это нормально. Как здесь. Людей, предлагающих свою помощь, довольно много. Вы видите, что порядок слов другой. И предлагающих. Какое это причастие? Действительное причастие настоящего времени. Они предлагают. Предлагающие. Работая вместе, можно сделать мир гораздо лучше. Работая вместе. Что это? Это причастие? Нет. Это деепричастие. Мы видели деепричастие раньше. Мы раньше изучали эту тему. Итак, здесь на доске вы видите. Работая вместе, можно сделать мир лучше. Мы можем заменить эту фразу на фразу с глаголом. Не со словом который. Если мы будем работать вместе, мы сможем сделать мир лучше. Обратите внимание. Будем работать. Глагол. Работая. Деепричастие. И, конечно, мы видим здесь гораздо лучше. Лучше. Это сравнительная степень от прилагательного «хороший». Мир хороший. Но можно сделать этот мир еще лучше. Отлично. Итак, мы проанализировали диалог 1. Давайте теперь посмотрим, что мы должны делать в диалоге 2. Конечно, вы должны прочитать этот диалог, послушать его и постараться проанализировать его так, как анализирую его я. Пора проверить, хорошо ли вы понимаете грамматику диалога 2. Итак, здесь у нас есть «в России бывают землетрясения». В России какой это падеж? Это предложный падеж. Где? В России. Это место. «Бывают». Глагол «бывать». Это синоним глагола «быть», но «быть часто», «случаться часто». Поэтому здесь мы можем заменить этот глагол на следующую фразу. В России часто случаются землетрясения. Или «в России часто происходят землетрясения». Все варианты правильные. И «бывать». Я бываю, ты бываешь, и они бывают. Землетрясения – это множественное число. Как будет единственное число? Землетрясение кончается на «е». Это средний род. Они бывают в горных районах. Снова предложный падеж. «Районы» в районах. Обратите внимание на это прилагательное. «Горный» от слова «гора». «Гора горный». Вы знаете, что по-русски мы любим делать прилагательные от существительных. Например, «Вода водный», «гора горный», «море морской» и так далее. «В горных районах». «В каких горных районах». «На Кавказе», «на Алтае», «на Камчатке». Все это предложный падеж. Давайте подумаем, как будет именительный падеж. «Кавказ», «Алтай». Кончается на «и», «краткую», «Алтай», «Камчатка». А вы знаете, где эти районы? Здесь на карте России я могу вам показать. Здесь находится Кавказ. Здесь находится Алтай. И здесь находится Камчатка. В этих регионах бывают землетрясения. И, как вы видите в диалоге 2, здесь на Камчатке могут быть цунами. Потому что здесь есть море. Здесь мы видим, из-за землетрясений на Камчатке могут быть цунами. Из-за землетрясений. Какой это падеж? Это родительный падеж. Родительный падеж – множественное число. Предлог «из-за» всегда требует родительного падежа. И всегда означает причину. То есть, мы можем сказать, что по причине землетрясений на Камчатке могут быть цунами. Или мы можем использовать глагол «вызывать». Помните этот глагол из таблицы 1? «Землетрясения вызывают цунами». И всегда «из-за» – это какая-то негативная причина. Например, из-за плохой погоды мы не пошли на пляж. Это что-то негативное. Или из-за плохого здоровья он не может заниматься спортом. И так далее. На Камчатке снова предложный падеж. Могут быть цунами. Слово «цунами» никогда не меняется. Во всех падежах мы говорим «цунами». Но «цунами» – это слово среднего рода. Сейчас мы это увидим в следующем предложении. Во-первых, как читается эта дата? «В 1952 году» – это предложный падеж. Обратите внимание. В году – это исключение. Как в шкафу, на полу, в аэропорту. И в году. Цунами полностью разрушила город Северокурильск. Во-первых, разрушила. Какой это вид? Это совершенный вид. Давайте вспомним формы. Я разрушу. Ты разрушишь. И они разрушат. Здесь мы видим, что цунами – это оно. Поэтому оно разрушило. Что? Город. Винительный падеж. У нас есть синоним глагола «разрушить». Когда мы говорим «полностью разрушить». То есть, когда не остаётся ничего. Помните этот синоним? Уничтожить. Здесь мы можем сказать, в 1952 году цунами уничтожило город Северокурильск. В целом, самые главные стихийные бедствия. В целом, какой синоним мы знаем? В общем, здесь мы тоже можем использовать это слово. В общем, самые главные стихийные бедствия в России – снова предложенный падеж – обычно связаны с холодом или с жарой. Обычно связаны. Он связан, она связана и они связаны. Это краткое прилагательное. Помните, что такое краткое прилагательное? Если нет, посмотрите наши предыдущие уроки. Мы уже говорили об этом. То есть, это короткая форма прилагательного. И после слова «связан», «связано», «связаны» мы всегда используем предлог «с» и творительный падеж. С чем связаны стихийные бедствия? С холодом или с жарой? Оба слова стоят в творительном падеже. Глобальное потепление влияет на погоду России. Здесь мы видим глагол «влиять-повлиять». Влиять-повлиять на что? На плюсвинительный падеж. Это простой глагол. Вы видите, что он правильный. Я влияю, ты влияешь, и они влияют. И как будет совершенный вид? Я повлияю, ты повлияешь, и они повлияют. И здесь мы видим, что «на погоду» – это винительный падеж. «На погоду» – это винительный падеж. Пожары, вызванные аномальной жарой. Здесь у нас есть причастие. Давайте подумаем, как мы можем заменить это причастие на фразу со словом «который». «Пожары», «которые» вызвала аномальная жара. Обратите внимание, пожары, которые вызвала – это совершенный вид. И, конечно, мы видим, что кто делает здесь действие? «Жара», пожары пассивные, они ничего не делают. Поэтому, когда мы говорим «пожары вызванные», какой это тип причастия? Давайте посмотрим на нашу таблицу 2. Это страдательное причастие прошедшего времени. Мы можем сказать, что это страдательное причастие совершенного вида. Но, когда мы видим здесь глагол «совершенного вида», для нас это всегда будет прошедшее время. Поэтому грамматически мы называем эти причастия «страдательные причастия прошедшего времени». И здесь «вызванные аномальной жарой случаются всё чаще». Сначала синоним. Пожары, вызванные аномальной жарой, происходят всё чаще. «Чаще» – это сравнительная степень слова «часто». И слово «всё» усиливает значение. То есть мы хотим сказать «каждый раз чаще и чаще». А весной, творительный падеж, нередко бывают наводнения. Снова множественное число, оставляющие людей без крыши над головой. Обратите внимание на эту фразу. Когда мы говорим о стихийных бедствиях, мы всегда используем эту фразу. Если стихийное бедствие разрушило дома людей, это значит, что люди остались без крыши над головой. Без крыши – родительный падеж. Над головой – творительный падеж. Запомните, это очень полезная фраза. И давайте посмотрим на это причастие. «Оставляющие». Какой это тип причастия? И как мы можем заменить его на фразу со словом «который»? «Наводнения, которые оставляют людей без крыши над головой». Какой это тип? Это действительное причастие настоящего времени. Итак, сейчас потихоньку мы уже знаем и различаем разные виды причастий. Наше следующее задание – это диалог 3 и диалог 4. Послушайте эти диалоги, заполните пропуски и, конечно, будьте готовы анализировать всю грамматику. Вы внимательно послушали диалоги 3 и 4. Давайте проверим, правильно ли вы написали все слова. Сначала диалог 3. В новостях сообщили о новом террористическом акте. Здесь мы видим слово «террористический акт». В каком падеже? В предложном падеже. Почему? Потому что у нас есть предлог «о». После предлога «о» обычно мы используем предложный падеж. Но почему? Потому что у нас есть глагол «сообщать», «сообщить». Этот глагол я написала здесь на доске. «Сообщать», «сообщить». Посмотрите его в словаре. Но вы увидите, что это синоним глагола «информировать». Итак, как использовать этот глагол? Мы можем сказать «сообщить что». И это винительный падеж. Например, «сообщить новость». Сообщить что? «Новость». Винительный падеж. Или мы можем использовать предлог «о» и предложный падеж. Сообщить о чем? О наводнении, о землетрясении, о террористическом акте. Как мы видели в нашем диалоге номер 3. Давайте посмотрим теперь на формы. «Я сообщаю», «ты сообщаешь», «и они сообщают». Это правильный глагол. И глагол «сообщить». «Я сообщу», «ты сообщишь», «и они сообщат». Обратите внимание на произношение. Обе буквы «о» читаются как «а». «Сообщу», «сообщишь», «сообщат». Это очень важно. Давайте вернемся к нашему диалогу. В новостях сообщили. О чем? О новом террористическом акте. Мы уже знаем, что это предложный падеж. И какой это падеж? В новостях. Это тоже предложный падеж. В новостях. Посмотрите на ударение. Новости. В новостях. Ударение меняется. Около станции метро. После предлога «около» какой падеж мы используем? Родительный падеж. Около станции. И вы знаете, что слово «метро» никогда не меняется. Произошел взрыв. Взрыв произошел один раз. Поэтому мы используем совершенный вид. Давайте вспомним пару глаголов. Происходить, произойти. И в прошедшем времени мы можем сказать Произошел он, взрыв. Произошла авария, например. Произошло землетрясение. И произошли пожары. Итак, кажется, что есть много погибших и раненых. Много погибших и раненых. Сначала падеж. Это родительный падеж. Множественное число. После слова «много». Давайте посмотрим теперь на погибших и раненых. Итак, слово «погибший», «раненый». Обычно они используются как прилагательные. Но здесь мы видим, что они функционируют как существительные тоже. Вовсе не обязательно добавлять потом слово «людей». Мы можем сказать «много погибших и раненых людей». Но это не обязательно, потому что эти слова могут функционировать как существительные. Кроме того, иногда вы можете увидеть слово «раненый» с двумя буквами «н». Сейчас я вам покажу это на доске. Посмотрите. Здесь вы видите разные функции этого слова. Этот раненый был моим другом. Мы можем сказать, что здесь слово «раненый» функционирует как существительное. Или иногда мы можем добавить потом другое существительное. Раненый солдат был моим другом. Раненый солдат. Здесь мы видим, что раненый – это прилагательное. Но у нас есть глагол «ранить». Поэтому от глагола «ранить» мы можем сделать «причастие». И тогда мы должны добавить две буквы «н». Эта грамматика очень сложная. Но очень часто студенты задают мне этот вопрос. Почему иногда мы видим слово «раненый» с одной буквой «н» и в других ситуациях с двумя буквами «н»? Вот это объяснение. Здесь мы можем сказать «Солдат раненый в ногу». То есть, где у него рана? На ноге. Был моим другом. Раненый в ногу – это причастие. И вы знаете, что чтобы сделать причастие, страдательное причастие, мы добавляем две буквы «н» от глагола «ранить». Теперь вы знаете, почему это происходит. Давайте вернемся к нашему диалогу. Здесь у нас есть еще много интересных случаев. Раненым оказывается помощь. Это предложение очень трудное, потому что порядок слов совсем непонятный. Итак, помощь – это подлежащее субъект. Помощь что делает? Оказывается. Мы знаем глаголы «оказывать», «оказать». Но здесь вы видите окончание «ся». Это возвратный глагол. Помощь оказывается. Это пассивная конструкция. Кто оказывает помощь? Мы точно не знаем. Наверное, врачи. Врачи оказывают помощь. Но мы можем добавить здесь «ся» и просто сказать «помощь оказывается». Но кому? Кто получает эту помощь? Раненые получают ее. Поэтому раненым – какой это подеж? Это дательный подеж. Пожалуйста, запишите эту фразу. Оказывать помощь кому? Потом мы используем дательный подеж. И здесь дательный подеж – множественное число. Следующее предложение. Как ужасно, что один сумасшедший фанатик может убить столько невинных людей. Мы знаем слово «сумасшедший». Не забывайте, что буква «с» не читается. Сумасшедший! Может, убить. Убить один раз. Вы помните пару глаголов? Убивать – убить. Я убиваю, ты убиваешь, и они убивают. И вы помните формы глагола «убить»? Они не совсем легкие. Я убью, ты убьёшь, и они убьют. Может, убить столько невинных людей. Какой это подеж? Это родительный подеж. Убить столько кого? После сколько? Столько – всегда родительный подеж. Невинных – это значит, что они ни в чём не виноваты. Невинных людей. Какой несправедливый мир? Мы уже знаем из наших предыдущих тем слово «справедливый». И сейчас вы видите «несправедливый». Я думаю, что вы хорошо понимаете, что это значит. Теперь давайте посмотрим на диалог 4. Я мечтаю стать спасателем. Становиться. Стать требует творительного падежа. Стать кем? Спасателем. Мы получаем окончание «ем», потому что спасатель кончается на мягкий знак. Но я точно не знаю, что для этого нужно. Для этого. Родительный падеж. Спасатель – опасная профессия. Ты должен быть готов рисковать. Давайте посмотрим на этот глагол. «Рисковать своей жизнью». Во-первых, формы глагола. «Рисковать – рискнуть». Запишите этот глагол. Здесь вы видите совершенный вид. «Рисковать – рискнуть чем?» Творительный падеж. Поэтому в диалоге мы видим «Рисковать своей жизнью». Творительный падеж. Я рискую. Ты рискуешь. И они рискуют. Вы видите, что формы этого глагола – это типичные формы глагола с окончанием «вать». Как танцую – танцуешь. Рискую – рискуешь. И здесь формы глагола «рискнуть». Я рискну, ты рискнёшь. И они рискнут. Рискну один раз в какой-то конкретной ситуации. Итак, вернёмся к нашему диалогу. Ты должен быть готов. Что делать? Рисковать. Рисковать регулярно своей жизнью. Творительный падеж. Для чего? Чтобы спасти других. Итак, как пара глаголов. Спасать – спасти. Спасти – это совершенный вид. Сейчас я хочу услышать только формы глагола «спасти». Я спасу. Ты спасёшь. И они спасут. Спасти кого? Других. Падеж? Винительный падеж. Кроме того, спасатель должен быть сильным. После глагола «быть» мы используем творительный падеж. Поэтому «сильным», а не «сильный». Физически «подготовленным». Давайте посмотрим, в чём разница между словами «готов» и «подготовленный». Когда мы говорим «я готов», это значит «я готов что-то делать сейчас». Например, спасатель должен быть готов что делать? Рисковать своей жизнью. Но когда мы говорим «подготовленный», мы думаем о слове «подготовка». Подготовка профессиональная или моральная, физическая. Здесь в диалоге спасатель должен быть физически подготовленным. Это значит, что он должен иметь хорошую физическую подготовку. И он должен знать, что делать в чрезвычайных ситуациях. Здесь вы видите, что это чрезвычайная ситуация в каком падеже? В предложном падеже. Отлично. И у нас остался последний диалог. Диалог номер пять. Послушайте, прочитайте этот диалог. И будьте готовы анализировать всю грамматику вместе со мной. И, наконец, наш последний диалог. Диалог пять. Давайте посмотрим. Вчера я смотрел интересный документальный фильм. Обратите внимание на глагол «смотрел». Это несовершенный вид. Обычно с глаголами «смотреть», «видеть», «слышать», «читать» мы используем несовершенный вид в прошедшем времени. Вчера я смотрел фильм. Вчера я читал интересную книгу. И так далее. Когда мы используем совершенный вид? Обычно, когда мы говорим какое-то конкретное количество. Вчера я посмотрел три фильма. Вчера я прочитал две книги. Это очень важное правило. Фильм о чем? Об извержении вулкана Везувия. Какой это падеж? Об извержении предложный падеж. Вулкана – родительный падеж. И Везувия – тоже родительный падеж. Как будет это слово в именительном падеже? Везувий. Кончается на букву и краткая. Уничтожившим древний город Помпеи. Давайте посмотрим на это причастие. Как мы можем заменить это причастие на фразу со словом «который»? Здесь на доске вы видите эту фразу. Фильм об извержении вулкана, которое уничтожило город Помпеи. Обратите внимание, это средний род, потому что мы говорим об извержении. Извержение – это средний род. Я хочу, чтобы вы обратили внимание также на падежи. Здесь мы видим фильм об извержении вулкана «уничтожившем». Это предложный падеж. Потому что, вы знаете, причастие функционирует как прилагательное. И это причастие сочетается с существительным извержением в предложенном падеже. Поэтому мы можем сказать «фильм об уничтожившем город Помпеи извержении». Я думаю, теперь вы понимаете логику. Мы должны использовать такой же падеж, как здесь. Но когда мы используем слово «который», мы должны смотреть, какую функцию выполняет слово «который». И фильм об извержении вулкана «которое». Извержение, которое уничтожило. Здесь «которое» – это подлежащее, то есть субъект. Поэтому это именительный падеж. Итак, какой тип причастия мы видим здесь? Это действительное причастие прошедшего времени. И мы также можем сказать, что это совершенный вид. Потому что глагол «уничтожить» – это совершенный вид. Давайте посмотрим, что еще у нас есть в этом диалоге. Сейчас город Помпеи – это музей под открытым небом. Это очень интересная фраза. Пожалуйста, выучите эту фразу наизусть. Под открытым небом – это творительный падеж. И вы видите, что это когда нет крыши, то есть на улице. Музей на улице. Музей под открытым небом. Там можно увидеть улицы – это совершенный вид. Дома со всей мебелью. Здесь вы видите творительный падеж. И даже жертв. Жертв. Какой это падеж? Это винительный падеж. Можно увидеть кого. Как будет это слово в именительном падеже? И кончается на букву А, которую мы должны убрать. Увидеть кого? Жертв. Жертв извержения. Родительный падеж. Которые не смогли убежать из города вовремя. Обратите внимание на вид глаголов. Когда мы используем глагол «не смогли» или «смогли», то есть совершенный вид, потом обычно идёт второй глагол совершенного вида. Когда что-то случилось только один раз. Не смогли один раз. Убежать один раз. Это важное правило. Если вы говорите «смочь», то потом обычно используется совершенный вид. Вы можете записать это правило. Итак, они не смогли убежать. Здесь мы видим приставку «у». Убежать – это значит «покинуть город». И мы всегда используем эту приставку с предлогом «из». Убежать из города. Это родительный падеж. Как было бы интересно поехать туда и посмотреть на этот город. Было бы. Обратите внимание на произношение. «Бы» всегда читается вместе с предыдущим словом. В этом случае «было». В этом случае «было». Как было бы. Пожалуйста, произнесите это ещё раз. Как было бы. Интересно. И это условное наклонение. Как было бы интересно поехать туда и посмотреть. Совершенный вид. Совершенный вид. И дальше у нас есть на этот город «своими глазами». Это творительный падеж. И вы видите «своими собственными глазами». Это тоже интересная фраза, которую стоит запомнить. Сейчас вы уже знаете всю грамматику в этих диалогах. Пожалуйста, послушайте диалоги ещё раз. Постарайтесь запомнить некоторые фразы наизусть. Продолжение следует.